А потом усказывай тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал, прощаются тебе грехи, и воздержавшись с ним начали говорить про себя, кто это, что и грехи прощает. Он же сказал женщине, вера твоя спасла тебя, иди с миром. Евангелие от Луки, 8 глава, с 18 стиха. Итак, наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. И пришли к нему матери и братья его, и не могли подойти к нему по причине народа. И дали знать ему, матери и братья твои стоят вне, желая видеть тебя. Он сказал им в ответ, матерь моя и братья мои, суть слушающие Слово Божие и исполняющие его. В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им, переправимся на ту сторону озера, и отправились. Во время плавания их он заснул, на озере поднялся бурный ветер, и заливало их волнами, и они были в опасности. И подойдя, разбудили его и сказали, наставник, наставник, погибаем. Но он, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им, где вера ваша? Они же в страхе и удивлении говорили друг другу, кто же это, что и ветром повелевает, и в воде, и поминуются ему. И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел он на берег, встретил его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал перед ним и громким голосом сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!» Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из всего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его. Но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. Иисус спросил его, «Как тебе имя?» Он сказал, «Легион», потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе послось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволило им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли с свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро, и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях. И вышли видеть происшедшее, и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого из здравом уме, и ужаснулись. Видевшись же, рассказали им, как исцелился бесновавшийся. И просил его весь народ гадаринский, гадаринской окрестности, удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Слава тебе, Господи, слава тебе. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус отпустил его, сказав, «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Слава тебе, Господи. Когда же возвратился Иисус, народ принял его, потому что все ожидали его. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь лет двенадцати, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его. И женщина, страдавшая кровотечением в двенадцать лет, которая, сдержав на враче все имение, ни одним не могла быть извлечена. Подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тотчас течение крови у нее и становилось. И сказал Иисус, «Кто прикоснулся ко мне?» Когда же все отрицались, Петр сказал и бывшие с ним, «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус сказал, «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав перед ним, объявила ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к нему, и как тотчас исцелилась. Он сказал ей, «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему, «Дочь твоя умерла, не утверждай учителя». Но Иисус, услышав это, сказал ему, «Не бойся, только веруй, и спасена будет». Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра и Иоанна и Якова, и отца девицы и матери. Все плакали и рыдали о ней, но он сказал, «Не плачьте, она не умерла, но спит». И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и, взяв ее за руку, возгласил, «Девица, встань!» И возвратился дух ее, она точно встала, и он повелел дать ей есть. И удивились родители ее, он же повелел им не сказать никому о происшедшем. Евангелие от Луки, девятая глава. «Созвав же двенадцать, дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней». И послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. И сказал им, «Ничего не берите на дорогу, ни посоха, ни сумы, ни хлеба, ни серебра, и не имейте по две одежды. И в какой дом войдете, там оставайтесь и оттуда отправляйтесь в путь. А если где не примут вас, то, выходя из того города, отрисите и прах от ног ваших во свидетельство на них». Они пошли и проходили поселение, благовествуя и исцеляя повсюду. Услышал Ирод четверовластник о всем, что делал Иисус, и недоумевал. Ибо одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых, другие, что Илья явился, а иные, что один из древних пророков воскрес. «И сказал Ирод, Иоанна я обезглавил, кто же этот, о котором я слышу такое, и искал увидеть его». Апостолы, возвратившись, рассказали ему, что они сделали. И он, взяв их с собою, удалился особо в пустынное место, близ города, называемого Вифсаидою. Но народ, узнав, пошел за ним. И он, приняв их, беседовал с ними о Царстве Божием и, требовавших исцеления, исцелял. День же начал склоняться к вечеру, и, приступив к нему двенадцать, говорили ему, «Отпусти народ, чтобы они пошли в окрестное селение и деревни ночевать, и достали пищи, потому что мы здесь в пустом месте». Но он сказал им, «Вы дайте им есть». Они сказали, «У нас нет более пяти хлебов и двух рыб. Разве нам пойти купить пищу для всех-всех людей?» Ибо их было около пяти тысяч человек. Но он сказал ученикам своим, «Рассадите их рядами по пятидесяти». И сделали так, и рассадили всех. Он же, взяв пять хлебов и две рыбы, и, возрев на небо, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы раздать народу. И ели, и насытили все, и оставшихся у них кусков набрано двенадцать коробов. В одно время, когда он молился в уединенном месте, и ученики были с ним, он спросил их, «За кого почитает меня народ?» Они сказали в ответ, «За Иоанна Крестителя, а иные за Илью. Другие же говорят, что один из древних пророков воскрес?» Он же спросил их, «А вы за кого почитаете меня?» Отвечал Петр, «За Христа Божия». Но он строго приказал им никому не говорить о всем, сказав, что сыну человеческому должно много пострадать и быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Ко всем же сказал, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее. Ибо что пользуясь человеку, приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе. Ибо кто постыдится Меня, и Моих слов, того сын человеческий постыдится, когда приедет во славе своей и отца, и святых ангелов. Говорю же вам истинно. Есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят царствие Божие. После сих слов, дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел на гору помолиться. И когда молился, ведь лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающую. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илья. Явившись во славе, они говорили о бесходе его, которое ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же, и бывшие с ним оттягчены были сном. Но пробудившись, увидели славу его. Подожди-ка, это я сейчас уходить хочу. Так, вы хотели что-то спросить? Вы что-то хотели спросить? Папюшка! Говорите! Папюшка! Ну вы встаньте, что вы хотели. Так, примите. Я не знаю, вы батюшка! Господи помилуй. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу, наставник, хорошо нам здесь быть, сделаем трекущие, одну тебе, одну Моисею и одну Ильи, не зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их. И устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глаз глаголище. Сей, сын мой возлюбленный, его слушайте. Когда был глаз сей, остался Иисус один. И они умолчали, и никому не говорили в те дни о том, что видели. Следующий же день, когда они сошли с горы, встретил его много народа. Вдруг некто из народа воскликнул. Учитель, умоляю тебя взглянуть на сына моего. Он один у меня. Его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает, и терзает его, так, что он спускает пену, и на силу отступает от него, измучив его. Я просил учеников твоих изгнать его, и они не могли. И Иисус же, отвечая, сказал, О, род неверный и разращенный, Да, коли буду с вами, и буду терпеть вас, приведи сюда сына твоего. Когда же тот еще шел, бес поверг его и стал бить. Но Иисус запретил нечистому духу и исцелил отрока, и отдал его отцу его. И все удивлялись величию Божию. Когда же все удивились всему, что творил Иисус, он сказал ученикам своим, Вложите вы себе в уши слова сии. Сын человеческий будет предан в руки человеческие. Но они не поняли слова сего, и оно было закрыто от них. Так что они не постигли его, а спросить его о всем слове боялись. Пришла же им мысль, кто бы из них был больше. И Иисус же, видя помышление сердца их, взяв дитя, поставил его перед собою и сказал им, Кто примет себе дитя во имя мое, тот меня принимает. А кто примет меня, тот принимает пославшего меня. Ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик. Пресем Иоанн сказал, Наставник, мы видели человека имени твоим, изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами. Иисус сказал ему, Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас. Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников перед лицом своим. И они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его Иаков и Иоанн сказали, Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал? Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, Не знаете, какого вы духа? Ибо сын человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. И пошли в другое селение. Случилось, что, когда они были в пути, некто сказал ему, Господи, я пойду за Тобой, куда бы Ты ни пошел. Иисус сказал ему, лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет, где преклонить голову. А другому сказал, следуй за Мною. Тот сказал, Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему, предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а Ты иди, благорестуй Царствие Божие. Еще другой сказал, я пойду за Тобою, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими. Но Иисус сказал ему, никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Вы хотели что-то спросить? Ушел. Ну что, все, наверное, пора готовиться. Ну все, останавливайте. Так, во славу Божию. Господи помилуй. Спасибо. Спасибо.